Друзья, привет! Сегодня мы с вами приготовим вот такое вот замечательное зеленое масло. Такое масло подается во всех дорогих ресторанах. Вы наверняка много раз встречали его на столах. Раньше мне казалось, что это сложно, но оказывается, сделать такое масло можно дома. Нам понадобится оливковое масло и любая свежая зелень. Лучше всего на первый раз возьмите петрушку, попробуйте сделать с ней, а дальше уже будете экспериментировать по своему вкусу. Зелень складываем в кастрюлю, заливаем горячей водой, можно кипятком из чайника, можно просто горячей водой. Ставим на плиту, доводим до кипения и варим примерно 3 минуты. Это делается для того, чтобы зелень не испортилась и масло не прокисло или не прогоркло. Варить можно на среднем огне, чтобы зелень хорошенько так кипела и чтобы точно вся грязь и все бактерии, все насекомые из нее вышли. Затем зелень нужно откинуть на дуршлаг или с помощью шумовки достать ее из кастрюли и положить на несколько секунд в ледяную воду. Будет лучше, если вы нальете холодную воду и положите туда еще несколько кубиков льда. Вода должна быть прям очень-очень холодная. И это делается для того, чтобы зелень сохранила свой яркий зеленый цвет. Дальше зелень нужно обсушить с помощью бумажных полотенец, чтобы избавиться от лишней влаги. Она нам точно в масле не нужна. Это очень удобно делать вот такими вот бумажными полотенцами. Просто промокните зелень и дальше положите ее в блендер. Налейте оливковое масло. Лучше возьмите хорошее, качественное, настоящее оливковое масло и все это измельчите вместе несколько секунд. У нас должна получиться однородная консистенция. Можно открыть, посмотреть, если масло еще не приготовилось, и еще снова немного пробейте блендером. Смотрите, что у нас получается. И теперь все это нужно просто процедить через маленькое сито. Кстати, обязательно купите себе вот такое вот крошечное сито. Им очень удобно пользоваться в таких случаях. Отожмите все это с помощью чайной ложки, чтобы уже точно масло у нас не пропало. Нам важна каждая капля. Ну а потом просто переливаем масло в красивую бутылочку и ставим на стол. Его можно использовать и для сервировки, и для заправки салатов, и для любых других случаев, когда вы пользуетесь оливковым маслом. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok